Сегодня мы поговорим немножко о 48-й странице трактата Псахим. И я в двух словах суммирую две мишны, которые у нас на второй стороне этой страницы, на Амудбет. А заодно упомяну в каком-то смысле роль кабалы в еврейском мировоззрении. Вы видите, кабалистические именно источники, в каком-то смысле главные источники литературы Зогара и тикуней Зогара как раз обсуждают наши мишны, которые на первый взгляд вроде никакого мистического, ничем вроде они не напоминают о еврейской мистике. На первый взгляд эти мишны очень прозаические и говорят о конкретных вещах в отношении приготовления мацы и избежения того, чтобы тесто заквасилось. А именно, первый из двух мишна йод Рабан Гамлиэль нам описывает, как трое женщин могут, используя одну печь, часто бывает, что нет у каждого своей кашеной для Песха печи. Мишна приводит сначала мнение Рабан Гамлиэля, что не так боимся, видимо, если тесто немножко будет простаивать, и могут три женщины одновременно делать разные работы, связанные с приготовлением мацы. Но мнение Хахамим, что они делают это по очереди. Что тут есть три процедуры, которые нужно сделать, только третья из них это запечение самого теста. Но получается, что каждая следующая из женщин начинает, когда предыдущая заканчивает предыдущий шаг. То есть, например, первая делает процедуру номер один, остальные пока ничего не делают, не смешивают воду с мукой. Потом, когда первая из них сделала свою первую процедуру и начала вторую, то вторая из этих женщин уже может делать первую процедуру. Потом, когда первая закончила вторую процедуру и готова запекать, то вторая теперь делает вторую процедуру, а третья начинает делать первую процедуру. И так они, как говорят по-английски, rotate, так они меняются местами. Получается, что каждый раз, когда нужно запечь тесто, уже к этому времени печь свободно. Интересно, что израильские авиакомпании придумали подобный же способ для того, что требуется делать самолетами, там разные рутинные проверки и заправки, и все, что нужно делать, пока самолет простаивает. То есть фактически они не делали, как делали раньше, у них слишком мало Блэк Боингов, они не могли себе позволить долго, чтобы простаивал самолет. Поэтому пока самолеты без того, разгружаются там пассажиры и так далее, пока вот все равно он стоит, они делали как бы каждый раз треть работы. И получалось, что в результате самолет никогда не простаивал. Система была очень похожа на то, что здесь описывает наша Мишна. Ему-то за этим удалось. Кажется, потом другие страны тоже переняли этот опыт. Ему удалось таким образом очень сэкономить, чтобы не простаивали самолеты. Следующая Мишна описывает то, в какой ситуации становится тесто уже квасным. Одно мнение, что когда оно побелело, уже этого достаточно, а другие говорят, что когда только уже лопаются наверху, уже видно, что наверху начало лопаться, и что происходит? Как я говорил, происходит внутри реакция, происходит квашение. И газы начинают тесто поднимать, так сказать, и лопать, чтобы газ прошел. Так вот, казалось бы, да, обе эти Мишны, они вроде ничего такого мистического в себе не содержат. Есть места, где в Талмуде явно видно, что занимались мудрецы-мистикой. Например, в трактате Хагига есть второй перег, где обсуждаются вещи, которые явно, да, Маса Меркава, Маса Брейшит, явно вещи каббалистические и мистические. Но здесь Мишны вроде говорят о простых вещах, технических деталях, как готовить мацу, как определить, что тесто уже стало хамецным. И вот, тем не менее, обе эти Мишны попали в литературу Зухара, и в обоих случаях очень подробные есть обсуждения о очень глубоких мистических секретах. И это общий вопрос, какую именно роль играет мистика в еврейском мировоззрении и в еврейском законе. И, конечно, эта тема можно было мне говорить часами, я хочу сказать свое мнение в двух словах. Я считаю, что это зависит от общины. Есть общины еврейские, которые почти вообще не связаны никак с мистикой, хотя даже хологические книги цитируют Зухар, и цитируют Аризаля в каких-то практических вопросах. Реально этих вопросов не так уж и много. Есть очень мало холохот, можно насчитать несколько десятков холохот, которые в каких-то вещах под влиянием литературы Зухара и Китве Аризаль. Две основные, как бы, два основных источника кавористических. Это Зухар и Китве Аризаль. Это описание Аризаля, написанное его учеником и отредактированное сыном ученика. Рабихаэм Виталь был ученик Аризаля, и написал книги, по которым Рабишмуль Виталь, его сын составил, как говорится, Шмоне Шаарим, «Восемь врат» Китве Аризали. Есть еще там другие Китве Аризали, менее аутентичные. В всяком случае, вот эти вот все каббалистические источники, их цитируют. Такие книги холохи, как Магин Аврам, Мишнабрура, Аруха Шухан, тем более каббалисты сифарские, Кафаха им очень часто цитируют. Но при этом, если подумать, то в большинстве случаев, когда говорят, что что-то по кабале, во-первых, как правило, есть такое мнение и по открытой торе. Чаще всего это скорее гахра, решение между мудрецами. Вот, например, надевать литфилин в холомоед. Это был диспут решением. Одни надевали, другие не надевали. И в результате сегодня в земле Израиля все евреи и большая часть евреев вне земли Израиля по мнению Зухара, под влиянием Зухара, не надевают филин холомоед. А есть те литовские евреи, которые вне земли Израиля до сих пор надевают филин холомоед. В всяком случае, это пример, когда не то, что Зухар полностью новую холоху нам дал, а скорее он, мнение Зухара, было принято большими еврейскими общинами, как главное, потому что он был махри, а решение между решением, между ранними авторитетами было добавлено из Зухара, чтобы Халаха в результате или Минхак следовал мнению, что тфилин не надевать холомоед. И то, как я сказал, не во всех общинах это было принято. Бывают случаи, когда Зухар более строг в чем-то. И это тоже, опять же, не то, что он полностью новую вещь изобретает, а скорее какую-то дополнительную хумру. Вот, например, некоторые люди не едят не только мясное сразу после молочного, как Халаха требует, но и молочное сразу после мясного. Ждут, например, час или полчаса. Это связано с тем, что сказано в Зухаре. Опять же, такие идеи есть и в Талмуде. И, в принципе, это просто хумра, это добавлено хумра, чем то, что требует буква закона Халахи. Поэтому, скорее всего, в отношении практической Халахи влияние кабалы не так уж и велико. Даже книга Хасидим, например, для Ашкенази, может быть, даже больше повлияла на практическую Халаху. Хотя он тоже ничего не доказывает. Вот разница между кабалой и открытой торой, в том числе, что в открытой торе обычные мудрецы должны что-то доказывать из Талмуда. А в кабале они просто говорят, потому что так по кабале, так по мистическим причинам нужно делать. Но, как правило, они халаху не меняют, а скорее, может быть, решают между мудрецами или какие-то у них большие строгости в каких-то вещах. А с другой стороны, с точки зрения еврейской философии и мировоззрения, тут кабала, наверное, имеет большее влияние. Вот, например, если бы во время решения спросили, какой процент евреев верят в Гилгуль, в переселение душ, да, в реинкарнацию, наверное, это было бы меньшинство мудрецов и вообще евреев. А сегодня, наверное, почти все в это верят. Во всяком случае, в стандартных седурах, как от Скроловского, например, не только в Хасидских, даже в Ашкеназских седурах пишут такую молитву, когда человек перед сном прощает всех, кто его обидел. Сама молитва взята из идеи из Талмуда. Говорится, что один из мудрецов, когда спросили, почему он так долго прожил такую длинную жизнь заслужил, он сказал, что я в том числе никогда не шел спать, пока не прощу всех, кто меня как-то обидел. Но ничего там про Гилгул не говорит, поэтому можно бы искать молитву, где ты говоришь, что я прощаю всякого, кто мне что-то плохое сделал. В этот день или в любое время. А у нас в Седурах напечатано, что также бенби гилгулзе, бенби гилгулахер. Будь то в этом гилгуле или в предыдущих жизнях. Получается, автоматически эта молитва в нашем Нусахе подразумевает, что человек верит в гилгул, верит в предыдущие жизни. Не все евреи сегодня, тоже не все артоксальные евреи верят в гилгул. И среди наших мудрецов были многие, которые отвергали концепцию гилгула. Но сегодня я бы сказал, что большинство евреев, по крайней мере, среди харизимных евреев полностью приняли мнение каббалистов, и в Зугаре, без сомнения, гилгул играет очень важную роль в теологии, так сказать, в богословии каббалистов. Так вот, в частности, я, конечно, не буду вдаваться в то, что я мог понять из того, что говорит икуна Зугар, например, про этих трех женщин, которые делают три разные работы. Ясно, что это подсказки на что духовное. Даже если я что-то там понял, это выходит за рамки нашего урока. Я ничего здесь говорить не буду на эту тему. Я просто хотел сказать, в общем, что у нас есть интересная вот такая идея, что с одной стороны, вроде прозаические такие халахи в Мишне, которые, на первый взгляд, не привлекают внимание в отношении мистиков. Согласно мудрецам Каббалы, тех, кто составили эту Мишну, кроме того, что имели в виду простой смысл ее, также хотели подсказать какие-то духовные концепции, связанные с ней. И на этом мы закончим наш урок. Если вам нравится это видео, пожалуйста, вмите лайк и пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!